Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, радио у нас больше нет Димка, на тебя вся надежда В овощном банку горошка возьми Если картошка такая гниль, как в прошлый раз, не бери, ради бога Уж лучше на базар Не соскучишься, недрюно, бабушка Чего там у тебя? Учего Голева, авария на Смоленке Павел Казимирович, машина через пять минут Борь, спасибо, я сегодня прохлаждаюсь У меня первая лекция в одиннадцать Готово И что вы нынче в девушек внедряете? Кажется, в стойке Да, римские стойки, Марк Аврелий Надеюсь, соответствующие цитаты Сталина имеются? Ну, как же По нынешним временам без цитаты из самого Ни Марк Аврелий, ни Смоленка грошами одного не стоит Берите, пока есть Скоро ничего не будет Ни молочка, ни сметанки Привет, Рай Здрасте, здрасте На цельный рубь дороже магазина Так я же все порог несу, бабушка, с доставкой Привет, Рай Ботиночки, может, твои сгодятся, посмотри Мой за лето вымахал, ничего на него не лезет Все новое покупать, прям беда Кажись, в самый раз А я тебе яичков принесу А творожку найдешь? Ну, так и быть Там акило, еще шесть рублев Это что, правда выселяют? Колхоз, боль не будя, стадион будя Говорят, к новому году накроется по-любому А компенсацию хоть какую-то дадут? Коморку сунуть в коммуналке, помянай, как звали Хозяйство разореное, избы сня суть Корову продать придется Только что пашпорты обещают сюда из прописка городской Мы же беспашпортные Ну, и где мой творог? Да я уже думала, вы не придете В четверг принесу Свеженькой, беленькой Вот как с тобой иметь дело, Раис? Я же на тебя рассчитывала Ну, вышла так, виноват, что же вы серчаете? До этого она сейчас забрала По нахалке Они думают, им все разрешено Хоть пять минут в покое посидеть На кухне опять базар Ты дуй к черту Все нормально, мама Садись, дочка Спасибо, я постою Говорю, садись Такая красивая девка Должна сидеть А эти Пущай постоят Между прочим, здесь есть людей постарше Которым не мешало бы сесть Ведь никто не собирается уступать Да садитесь, ради бога! Вайнштейна вашего арестовали, слыхали? Ночью взяли, на Лубянку увезли Откуда вы знаете? Вся редакция в курсе С утра, сумасшедший дом А по какой линии арестовали его, неизвестно? По линии космополитов Своими ушами слышал в дворе Вы уж извините Чтоб не прослыть антисемитам, зови жуда космополитам А тебе, товарищ Василенко, давно пора кое-что уяснить И шуточки эти дворовые бросать А то ведь поплатиться можно по-серьезному Что это означает? А то, что нас всю редакцию обвинят в потере бдительности С конечком Вкусно И в первую очередь это коснется редактора книги Арианна Питкевич Вы два года общались с пресловутым Вайнштейном бок о бок Виделись чуть не каждый день Однако никаких сигналов от вас мы так и не дождались Да куда там? Он ее в арагве водил Вам несовестно? Следствие только начинается, а вы уже похоронили человека А если это ошибка? Вайнштейн достойный член Союза советских писателей Коммунист, фронтовик Ранен при взятии Будапешта Обратите внимание, как горячо товарищ Питкевич защищает врага народа Как будто он ее лучший друг или родственник И возникает естественный вопрос А не проглядели ли мы с вами вредительскую организацию Возникшую в недрах нашей редакции В которую входил и Вайнштейн И которая Прикрываясь ежедневной текучкой Успешно проводила в жизнь Свои вредительские цели Вы что несете? Это мы что ли вредители? Какие организации, чертовой мать? Что так рано, Васюта? Пьяный что ли? Ну, куда ты, Васеныш? Ты уже хороший, будет тебе Уволить завтра Ух ты, господи, за что? Обратно в плен Стукнул к татью Ну, нету жития Да сколько же они тебя мучать-то будут за этот плен, треклятый Потапов к себе вызвал Прихожу, а там мужик этот Мордатый из МГБ Говорит у нас Что-то, почитай Из пяти минут Москва У вас бывший пленный гуляет Тебе на сто первый километр От Москвы положено Не ближе О дом О семье Я человек, а я кто? Он опять свое в плену был А ты помалка Я говорю Ты сам-то на фронт ходил Ого, это не твое собачье дело Да будь они прокляты Батюшка у нас новый Отец Дмитрий У отца Макаря чего-то с начальства вышло Отставили его от службы Покуда он тот новый Слушайтесь Ты меришь-то Придурок-то Бог нахажет же Это я-то придурок Это бог ваш придурок Создатель, блядь Насоздавал, блядь Все через жепа Все не туды Не пришлось, блядь Не могу заснуть хоть-то лопни Злой, как собака На работе хипиш Расценки опять понизили Семьдесят четыре туглика с кармана Народ взбесился Колька Мелешин, бригадирова, в морду заехал Че, мы эти рабы? Ну уж, рабы Вы же рабочий класс Сливки общества Нынешнее дворянство Какое мы в задницу в дворянство? Ху** отмычка Чем мы от рабов отречаемся? На самом деле Рабов содержать Крайне невыгодно Рабовладельческая экономика Довольно-таки хорошо изучена Чего это? Рабы все делают А оно невыгодно? А ты как себе представляешь? Вот сколько у среднего римлянина Было рабов Трое, пятеро Даже десяток Так ведь каждого Нужно накормить Обуть одеть Койку предоставить Вот все денежки на это уходили Прибыли ноль И только крупные Латифундиевы Где были тысячи рабов В основном Конечно в сельском хозяйстве Давали прибыль Но какую? Максимум 10-12% Далеко не увидишь Ну Совхоз гигант Ничего выходит не изменилось Не скажете Тюрины на первом этаже Да вон Загораетесь там А твой тюрин-то Валька Проснись Ты меня слышишь? Не узнаешь что ли? Ху там нединка Господи, на кого ты похож? Куда ты меня привел? Одни с булдыги Аня, плохо Есть сколько мужиков Хотя пярец Робочий класс Между прочим Дурак Только этого мне не хватало Что за радио? Москвич Говно это, а не приемник Хочете диапазон на 13-25 сделаю Голос Америки без глушилки будешь слушать А дорого? Да с чего с тебя взять На бутылку сверху Меня зовут Олег Рудковский Я аспирант МБУ Закончил философский Мне случайно попался гусер Философия как строгая наука И теперь меня жутко интересует Феноменология Кто вам такое позволил? За это по головке не погладят Я знаю Это же чистой воды идеализм А мы с вами живем в век марксизма Кто ваш научный руководитель? Профессор Семенов Николай Васильевич? Понятно Это он посоветовал мне вас найти Зачем? Ну как? Вы же занимались у самого гусерни В 13-м году Гютинг Откуда у вас такие сведения? Вестник комакадемии за 29-й год Номер, если я не ошибаюсь, второй Болтать об этом особо не стоит В наше время Горбаскосмополитизмом Вы понимаете, с чем играете Должен разочаровать вас, Олег Серьезно заниматься философией В этой стране может только Психически неуравновешенный субъект Вы имеете ввиду псих? Именно Это же выжженная земля Философию из России Спровадили на проходе В 22-м году А массовый террор Как показала практика Почему-то не способствует Полету мыслей Прекращайте свою агитацию Павел Казимирович, уже подумать, кроме террора Ничего больше не было А по-твоему было? Люди темные, малообразованные Взялись переделывать мир У них ничего не получилось, кроме красного террора Малообразованные Я и на Казанской университет закончил На Чарске в Германии учился А прокута Философа марксиста Да не все недоучки Марксизм, это же не философия Это опереты имени Руссо Почему Руссо? Руссо первый объявил, что человек по природе свой добр А должным его делают условия Главное дело, эти условия изменить Вот, изменили Нате, кушайте И правда, лучше кушайте Мне кажется, от вашей дискуссии может пропасть аппетит Церковь себе подобно глупости не позволяла Лучше лучше, что в человеке Столько же от дьявола, сколько и от Бога А Шпенсер Лишь в 50-е годы прошлого века Социализм тогда только складывался И написал Социалисты хотят получить золотое поведение Из свинцовых инстинктов Пап, ну правда, хватит Ну, сколько можно? Наливай С вами каши не сваришь Вот вы, а эти советскую власть По какой войне победили? Не шутка Мы же цифр никаких даже не знаем За одного немца положили то ли четверых, то ли пятерых своих Так можно было такую же цену заплатить И проиграть А то при царе было лучше Здесь! Извините от меня бабка, а ну ей Богу, сейчас Мельтона позвал! Вот она я, у меня 76-й Я тебе говорю Так, явилась, значит Обовремя явиться ты не могла У вас совесть есть? Я если опоздала, то на пару минут Так, 73-го нет, 76-ая явилась 73-го нет, граждане Свидетелями будете У кого 74-й? Ага Так, значит, переписывайся, будешь 73-я Завтра, завтра Завтра, стояли, стояли, завтра Куда? Никто никуда не расходится Завтра открывают 8-й Перекличка в 7-й Дают, как и раньше Два кило в одни руки А что такое два кило? Во время войны значило Два кило, это же Чтобы семья месяц прожила Чтобы вся семейство Жива будет, один месяц У нас в деревне Не дали муки за всю войну Ни грамма А вы там разве хлеб не сеяли? Так сеяли Конечно сеяли, только все забирали Почистую Вот как не гулять Такая гора с плечи Представляю Просто мучительно Чуть не с каждой страницы К директору таскали Это же текст товарища Сталина А я что должна делать? На колени встать? Или все-таки редактировать? И потом, слушай, этот придурок Этот порторг Он просто чокнулся на почве Борьбы с диверсантами и вредителями Вот эта Бодительность ихняя Он просто уже у него здесь сидит А атмосфера в редакции нездоровая Розительная Такое ощущение, что все кругом стукачей Этот Горлов ко мне ходил Каждый день Просто как на работу А я даже послать его не могу Почему? Я еврейка Ну ладно Ну что ладно? Науму Когана арестовали Глава врача Ты понимаешь, кто следующий? Да не дай бог, что ты говоришь А вот мужик тебе приезжал года три назад Шальной такой, веселый толстячок Он еще рыбу привез с Мурманска Здоровенную, белугу что ли Коська Помер в прошлом году От печени Племянник, сестрин сын Последний был А сестра? Сестра давно померла Не уж никого Никого, как есть В целом свете Вы ж касимовские? Ну, касимовские мы А мы соседи силать мы Такая, видать, моя судьба Мужик в лагере на лесоповале Помер Сын без вести пропал На фронте И хоть бы одна могилка Горимочная тенюра В биробежа ничего не слышали Это слух из МГБ Готовится проект, по которому Всех евреев СССР выселят на Дальнем Востоке Да, не пою ни секунду Почему? Потому что Гитлер их уже опередил Конечно, в этой борьбе С космополитизмом Ненависть к ревреям преобладает Но решиться на депортацию Не смогут Если даже очень хотят Кишка тонкая Потому что В глазах всего мира Они встанут И вы не садовы Вы же понимаете Чикистон всегда недоум Как так? Вы считаете, что в ЧК нет умных людей? Ну почему? Наверняка есть Просто Чикистон видит мир с изнанки А мир он прекрасен с лица Значит, напролет лежу с открытыми глазами Слушаю входную дверь Жду, когда придут за мной Саша, Господь с вами Как можно умом тронуться? Вы же в фронтаре Да, Павел Казимирович Со 2-го июля 41-го по март 46-го Действующая армия Да, да Я ведь не из пугливых Если надо, я ее могу в морду дать Случалось, да Такого я вообще не припомню За последние полтора месяца Взяли кучу врачей Каких корифеев, гений Вовсе Коган, Фельдман Итингер На 10 евреев Один русский На 2 градуса Да У нас взяли 2 врача Взяли завхирургии Оба евреи Еще 4 Понятно В стоящей нового рынка Жду трамвая на остановке Подходит трамвай Вдоль всего борта Громадными буквами Свежей краской намалевано Русский Бери хворостину Гони жида в Палестину Это В центре города Средь бела дня Пахать, конечно Фу Это стерпеть невозможно Павел Казимирович Я залезаю в трамвай Готовый на все Но там было тихо Конечно Психика народа покорячена Десятилетия террора Не могли пройти даром Вокруг масса людей Живет дурными новостями И злорадствует Услышав очередного Они думают Так устроен мир Но мы с вами Образованные люди И не имеем права Поддаваться Общему психологу Так, разбираем хужеры Так, Сашка, держи Сашка, держи С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Саня Удачи в Новом Годом, сынок С Новым Годом! Так Динка! Гриш, давай в салон Ахматова Мне ребят из Питера привезли Только с отдачи Год был не важненский Надо проводить его так Чтобы он не возвращался Нормальный год был Не хуже других Волгодон открыли На Олимпиаде нашей Прилично выступили Особенно гимнасты На Олимпиаде по шахматам Вообще С большим преимуществом выиграли А какие станции у нас появились Новослободская Белорусская Одна, а другой шикарно Так-то оно так Да только В мире все тревожнее Ощущение, что тучи сгущаются Заваруха в Корее Никак не закончится Англичане атомную бомбу взорвали Американцы водородную Президентом избрали Генерала Есенхауэра военного Что они там? Войны ждут, что ли? Ну так а выпьем-то за что? По китайскому Календарю Прошлый год был годом дракона Нынешний год змеи А змея у китайцев к нам Последнее время как-то не расположена Я прикинул бы, прям испугался В нашем веке Все годы змеи для России Были какими-то катастрофическими Пятый год, первая революция Следующий, семнадцатый Еще две Двадцать девятый Раскулачивание, голод Сорок первый, сами знаете А выпьем за то Чтобы хоть пятьдесят третий Принес нам вздох облегчения Вычислил Ну его к черту лучше не знать ничего Набрасно расстраивайтесь, Гриша Формула, ты чего Особенный Это Наши национальные идеологии Незбыточная мечта Русской нации Равенство Негражданское Неправо голосовать Баллотироваться Это нам не важно Нас волнует Чтобы у соседа на обед Была похлебка, как у меня А если в ней плавает мясо А у меня нет То он жулик Прохинди и вор Так что неравенство нам нужно А у Равниловка Мы терпеливы, как никто на свете Можем вынести то, что Другим не снилось Не выносим мы только три вещи Чужой ум Красоту и талант Павел Казимирович Не обижайтесь, но если ум в вас Вытерпеть это действительно трудно Ну почему Вместо сладкого пьянства Должны слушать за могильную лекцию О собственном несовершенстве Лучше-ка выпьем за наших красоток Ну-с, за присутствующих здесь дам Гражданин Питкевич Павел Казимирович Это я Вы арестованы Встать Оружие есть? Иди сюда Вы не хуже меня знаете Что оружия здесь нет И быть не может Спокойно Вот ордер На арест И на обыск Понятые Присядьте пока С Новым годом Всех присутствующих Попрошу предъявить документы И посторонним покинуть помещение Мы вообще-то пришли Новый год встречать Может это у вас принято В гости с паспортами ходить? Тихо Значит так У кого нет с собой документов Сообщают фамилию Имя Отчество Место жительства Место работы Елисей Приступай Дина Отдайте мне рукопись пожалуйста Какую? Мою Конечно Куда? Извините мне Олегу Нужно отдать его рукопись Что я ему могу дать с собой? Еды не надо никакой Там кормят Парусмен белья Платки носовые Мыло Оркестр утесов Курье Зинаида Константиновна Жена Работаю в госиздательстве Адрес тоже Рудковский Олег Дмитриевич Моя рукопись Я давал ее на рецензию Профессора Питкевича Поселок Одинцова Московской области Третья Красноармейская Дом 34 Какой брит Аспирант МГУ На выход Можно с сапогами По книгам не ходить Спокойно Интересно Чех же это рук дело Уж не твоих ли, Боря? Вы в своем уме Пал Казимирович Ну извини Держись, Казимирович Соседи Не поминайте ли их Давай, давай До свидания Я за ней Вроде продвинулась Все равно два закроет Так рано Мы не успеем Да кто его знает Сидит-то кто? Папа, отец А у вас? Сынок Вот хочу деньжат ему подкинуть А вы знаете, где он? Знаю, в матросской тишине Это что? Тюрьма так называется? Тюрьма Отвой день Не знаю ли он чего Ночью забрали, увезли в родину ребенка Куда? Что вы делаете? Ну мне только спросить-то, сиан Ну, отпусти Фамилия Журавлев Антон Николаевич Фамилия Котрылев Григорий Иванович Матросская тишина, 20 рублей Фамилия Питкевич Павел Казимирович Нету А где он? У меня тоже там жил Иди давай, няча Дальше, дальше Фамилия Кто у вас? Отец Когда арестован? Сегодня ночь Где он не знаешь? Увезли, ничего не сказали Значит так, приходи во вторник Дежурить будет криворучих, поможет Только запишись в понедельник, часов десять вечера Приходи с утра к восьм Звать как? Ариадна Как? Дина Обязывайте ван Я знаю как Ты любишь папу Не буду мешать Скатертью, дорожка Я прожил в этой семье Почти шестнадцать лет Не знал, что меня здесь держат За стукача Прощайте Я слышала, у вас проблемы, Ариадна? Да Что вас интересует? Питкевич, в порткол Что за новости? Извините Сам бы не мог зайти? Следствие только набирает ход Но мы не можем ждать его окончания Насколько нам известно Обвинение очень серьезное И речь идет даже о сотрудничестве С иностранными разведками Поэтому Вас, гражданка Питкевич Как члены семьи Врага народа Мы увольняем Он не может вас принять Он занят Я здесь работаю восемь лет Может быть, директор соблаговолит меня принять на прощание? Николай Михайлович занят Здрасте, Николай Михайлович Она в хулиганке, она меня ударила Горлов сообщил мне, что меня увольняют Я решила, что мне необходимо повидать директора Выйдите отсюда! Война Единственное Чем мы можем облегчить вашу ситуацию Подайте заявление И увольняйтесь по собственному желанию Так для трудовой книжки лучше Это я беру на себя Будь здоров, Левка Пропуск Уже и ты в курсе Прощай Опираясь на группу Растленных еврейских буржуазных националистов Профессиональные шпионы, террористы и джойн По заданию под руководством американской разведки Развернули свою подрывную деятельность На территории Советского Союза Как показал наследствие арестованный вовсе Он получил директиву Об истреблении руководящих кадров СССР из США Эту директиву ему передали От имени шпионско-террористической организации Чтоб я этого не слышал Зачем вы это читаете Это все неправда, это брехня Я знаю этих людей вовсе Гринштейн, Коган Это классные врачи от Бога А Виноградов, чтоб вы знали Это личный врач товарища Сталина Это все дело рук чекистов МГБ Эти люди прошли фронт Они спасли тысячу жизней Какой в жопу Джойнт? А почему я должен верить вам А не газете «Правда»? А хотя бы потому Что я с 2 июля 41-го По март 46-го был на фронте У меня ранение, контузия Фронтовые награды Да что я тебе Тыловому придурку должен доказывать? На какой стадии следствие? Как получить свидание? Как он себя чувствует? Почему невозможно получить информацию? Неужели система так рассчитана, чтобы Оглаушить человека? Чтобы он перестал соображать и плыл по течению Как тупой обломок Так, аккуратнее на поворотах Поскользнуться можно очень крепко Давай без выводов Ты тетя взрослая Ты что? Я ничего не говорю Ты мне помог? Ну скажи, ну разве ты нормальный? Месяц прошел с ареста А единственная информация, которую удалось получить Это то, что он в Лефорте Ладно, помогу тебе еще разок Что мне за это будет? Как там наш папочка? Ой, мама, рыдать бесполезно Они же нелюди Что там? Что там такое еще? В коридоре-то случилось А ну быстро в свою комнату Нехрена среди ночи по квартире шлятся За вами, Александр Савкович Да За мной Не переживайте По крайней мере, это проклятое ожидание кончилось Давай, давай Ой, да неужто помер Коммунистической партии Ой, дорогой наш Совета министров Союза СССР Товарищ наш Сталин Дорогой Чего она так орет-то? Как будто он ей не родич Не слыхали, что ли? Между прочим, вчера товарищ Сталин помер Я не глухая У меня мальчишка заболел Ефрем А как теперь без его? Теперь нам конец В Сибирь драпать будем Зачем? Разбомбят нас, американые Да че ты ебан несешь? А вот увидишь Да, Энтим Все равно Это нам все равно? Ты что несешь, старая ведьма? У меня у ребенка 38,6 Ну, пойди, донеси Что я не такая сука, как ты Благословен, если Господи Приборол злодея Они же все в колонный зал Вот что у них Пройдут мимо гроба с покойником И что дальше? Нам что, родственник? Да не скажи Хозяин Они привыкли хозяев не столько уважать Сколько боятся Это у них в крови У меня это fails Третье Третье В ребят В ребят Ух Спасибо. А чего ради ты в МГБ пошел? Чего тебе там понравилось? После войны надо было куда-то на работу устраиваться. Я войну офицером закончил, старший лейтенант. На Кировский завод обратно как-то неохота было. Как демобилизовали, я рванул в Архангельскую губернию, там мои были. Оказалось, что вся семья умерла с голодом в войну. Мать, отец, бабка, брат и обе сестры. Дед еще раньше помер в эшелоне, когда раскулачивали. Никакого чуть с ума не сошел. Раз-раскулачивали. Ну, вообще-то Тамбовский. Пряхин Иван Кузьмич, крестьянский сын, Тамбовская губерния, Бандарский район, село Кривополяне. Когда мне было шесть лет нас разорили, раскулачивали, и в эшелон на север. Погоди. Как же ты жив остался? В 39-м году мне отец паспорт достал. К старшому. За взятку достал. Кабанчика последнего нашего отдал. Говорит, мотай давай, чтобы духа твоего здесь не было. Ну, я его мотал в Питер. Любишь меня? Ты не видишь? Правильно делаешь. Потому что выжить в этой жуткой стране можно только любовью. Ужить ее много черного.